Про DeFi, децентрализованные финансы. Собственно, тема не новая уже, в принципе, ее обсуждает много кто, но проникновение массы там достаточно маленькое. Вот я думаю, что это все будет расти и DeFi это будет новый хайп. Значит, DeFi, он подразумевает то, что необходимо залочить, заблокировать активы. Прежде всего, это эфир для MakerDAO, например. Для других выпуска, других стаблкоинов DeFi, это другие могут быть активы. В принципе, мультиактивы могут быть. То есть, это разные токены, разные криптовалюты, может быть. Вот. Ну, прежде всего, конечно, эфир, может быть биткоин. Вот. В битшарах это были битшары раньше, но сейчас это маленько все ушло. Вот. Значит, мне кажется, что это будет все расти на протяжении нескольких лет. Вот. Это превратится в хайп. Когда гиперрост начнется, то люди начнут, так сказать, лочить свои, допустим, эфиры. На них выпускать стаблкоины, на эти стаблкоины покупать эфиры, снова лочить эти эфиры и так по кругу. Вот. Таким образом, цена может возрасти очень сильно. В биткоине для того, чтобы это произошло, необходимо, чтобы был внедрен рутсток. Рутсток это, напомню, это механизм, который позволяет выполнять смарт-контракты. То есть, это сайдчейны. Сайдчейны очень хорошо сейчас могут быть реализованы благодаря технологии Сигвит, да, которые работают уже, в принципе, пару лет и все хорошо. Таким образом, будут залучены биткоины. Но это будет после того, как будет гиперрост эфира, как мне кажется. Так или иначе, значит, веб-3 необходим для широкого проникновения, там, крипты. Вот. И для веб-3, для того, чтобы с сайтов оплачивать разные товары и услуги, да, децентрализованно, бедуя всякие центральные эти платежные сервисы. Для этого нужны стабл-коины. То есть, по сути, стабл-коины, DeFi и веб-3, это две сущности, которые связаны между собой очень сильно. Дальше. Всякие разные Atomic Swap, они скорее будут актуальны для обмена, да, как раз стабл-коины. То есть, это, опять же, DeFi и Atomic Swap связка, а Космос и там прочие, это механизм, скорее, будет хорошо работать, когда будет внедрен туда стабл-коин. То есть, внутри Космоса обмен чего угодно, да, стабл-коин, и потом этот стабл-коин обмен на любую другую там криптовалюту, токены. Вот. Наибольший интерес, на самом деле, представляет, когда можно будет заблокировать, лочить, класть в обеспечение не просто токены какие-то там, а токены, привязанные к реальным активам. Вот. Прежде всего, это commodity, ну, то есть, там, зерно, нефть, ну, металл, да, то есть, то, что одинаковое во всем мире. И это, по сути, форвардные контракты. Ну, собственно, вот то, о чем я, не знаю, с 2015 года пишу, говорю, ну, собственно, в эту сторону идет. Ну, будет так, не будет, это посмотрим, но я думаю, в ближайшие несколько лет все это появится. Конечно, тут связка со внешним мира сразу очень сильно непонятно, как это будет. И, по всей видимости, оракулы, которые сейчас, значит, в MakerDAO, они будут постепенно вырастать, ну, заменяться другими, так или иначе, те, которые будут контролировать активы и выполнять функцию арбитров, да. То есть, это функция арбитража и функция проверки, да, то есть, есть ли эти реально активы, то есть, проверять, что они все еще в наличии, ну, и так далее. Вот, это юридические службы, и это необходимо делать децентрализованно. То есть, всякие эти истории, как это в Теттере, это все в централизацию всегда превращается в некую пирамиду. Значит, кстати, по пирамидам. Будут пирамиды, это все будет расти. По сути, вот этот механизм, когда мы выпускаем стаблкоины, на них покупаем эфиры и снова их лочим, это и есть тоже пирамида. Вот, ну, или можно сказать, что это торговля с плечом. Пирамида, ну, как бы, пирамида, на самом деле, это когда выплаты предыдущим за счет последующих, да. Ну, как бы, как бы, в общем, пройдет несколько лет, может быть, лет 10, и довольно сильно это может грохнуться все. Вот, то есть, развитие технологий, ну, там, где-то 10, 15, 20 лет, да. Вся криптоиндустрия может вырасти очень сильно еще в 100 раз, да, после чего грохнуться прям очень хорошо, после чего выйти уже на плато обычного хорошего развития. Вот, а как это для реальности, то есть, что это принесет для простых людей. Вот, меня все интересует формацией, на самом деле, то есть, как эти технологии приводят к децентрализации реальной. То есть, не просто о том, что можно децентрализованно выпускать, значит, деньги или токены. Это и сейчас можно, вопрос, ну, иди и попробуй кому-нибудь убедить, что продать или купить их. Интересно про принятие решений, значит, и про владение активов. Значит, все упирается в том, что кто владелец. Децентрализованные финансы, так же, как и криптовалюты, они сильно централизуются. То есть, хоть это и децентрализованная вся технология, да, она работает децентрализованно, но она работает, ну, условно, там, для тысячи человек, да, там, в мире. Остальные являются маленькими игроками, вот, и вынуждены подчиняться.